Быть управленцем в 21 веке непросто. Цифровизация, пандемия, экология вызовов много. Грамотный руководитель должен уметь принимать верные решения в кратчайшие сроки. Это требует новых компетенций. Без профессиональной подготовки повысить свою квалификацию практически невозможно. Впрочем, управленцам Одинцовского округа и не придется. Глава муниципалитета подписал соглашение с Московским государственным институтом международных отношений. Проанализировали все то, что есть на рынке. Тщательно проанализировали и предложения от бизнес-школ, и от высших учебных заведений, и от различных институтов. И еще раз убедились в том, что МГИМО, наш стратегический партнер, для нас самый подходящий выбор. И по местоположению, и по преподавательскому составу, и по качеству педагогов, качеству программы, и, конечно, по материал-техническому оснащению. Теперь управленческие кадры из разных сфер образования, ЖКХ, экологии, здравоохранения, спорта и культуры будут повышать свою квалификацию на базе Одинцовского кампуса МГИМО. Тот факт, что за текущий год и за следующий год около 400 представителей разных уровней администрации Одинцовского округа пройдут переподготовку у нас, причем с привлечением самых лучших преподавателей, практиков, которые будут заниматься со слушателями. Это, несомненно, даст такой сначала кумулятивный, а потом уже и общий эффект в работе всего нашего Одинцовского округа. В Одинцовском округе 80 детских садов, 53 школы и 4 учреждения дополнительного образования. С этого года их объединили в 12 образовательных кластеров, управлять которыми задача не из легких. Поэтому первыми переподготовку пройдут директора образовательных учреждений. Поток стартовал 22 ноября. По сути, для администрации был создан в сжатой стройке уникальный продукт, отвечающий всем нашим вызовам, всем требованиям, которые мы предъявляли к программе. Мы сформировали уже первый поток. Программа повышения квалификации будет состоять из шести модулей. Личная эффективность лидера, менеджмент, командная работа, ключевые показатели эффективности, управление конфликтами и сложные переговоры. Анатолий Таркунов подчеркнул, что этот опыт уникальный и, возможно, будет распространен не только в Подмосковье, но и по всей России.